Да, пандемия внесла свои коррективы в нашу обыденную жизнь, но это не значит, что на Новый год мы останемся совсем без праздника. Давайте-ка попробуем разобраться, где и чем можно заняться на новогодних каникулах в Москве, и тогда новогодняя атмосфера все равно будет с нами. Номер один для тех, кто перестал чувствовать дух Нового года. К счастью, выйдя на улицу и добравшись до центра, можно ощутить атмосферу праздника уже сейчас, благодаря декорациям, украшениям и иллюминациям, как на свежем воздухе, так и в магазинах и торговых центрах. Еще больше поднимет настроение новогодние ярмарки и выставки. Как и каждый год, ярмарки Угума предлагают не только сувениры, но и горячие блюда русской кухни, проводят мастер-классы и конкурсы. У ярмарки на ВДНХ тоже в планах поддерживать рождественский и новогодний настрой. Ожидается как огромный выбор подарков, так и возможность попробовать традиционные блюда разных стран. А это именно то, чего нам сейчас так не хватает, раз вылететь в другие страны проблематично. К сожалению, ограничения в городе постоянно меняются, и нельзя знать наверняка, будут ли ярмарки в конечном итоге открыты или нет. Но создать себе новогоднее настроение можно и самостоятельно дома, с помощью искусственного снега и созданных им рисунков на окне. Новогодних мигающих огоньков, вкусного горячего глинтвейна и уютных самодельных булочек с корицей за просмотром новогодних комедий или чтением рождественских историй. Ограничения не коснулись таких мест, как катки, так что без движения в праздничные дни вы точно не останетесь. Отправляйтесь на каток на ВДНХ или в парк Горького, чтобы провести время не только весело, но и с пользой. Номер 2. Как заменить себе путешествие. Допустим, если нет возможности сесть в поезд или на самолет, ну или просто нельзя уехать из города. Можно просто создать иллюзию путешествия. В московском планетарии проходят сеансы показов фильмов о Луне, космосе, Вселенной. Это прекрасная возможность почувствовать себя космонавтом и принять участие в виртуальном путешествии по Вселенной. И узнать что-то новое и интересное. А увидев на огромном, почти как звездное небо, экране звезду, можно даже загадать желание, не дожидаясь звездопада в августе. Проходит там также и 5D-экскурсия по Москве с высоты птичьего полета. А если вам так не хватает атмосферы других стран и нет много времени и средств, чтобы сходить в тот же планетарий, вспомните о такой давнишней забаве как Post Crossing. Отправьте новогоднюю открытку с изображением Москвы своему потенциальному иностранному другу и получите в ответ открытку из другой страны. Для тех, кто скучает по пляжам, есть возможность провести время весело в аквапарке. В Марионе есть не только зона с горками и бассейнами, но и целая спа-зона, а также искусственный пляж и даже искусственные волны. Здесь спокойно можно провести целый день, наслаждаясь различными банями, саунами, джакузи и термами, расположенными на нескольких этажах. У большинства из нас Новый год ассоциируется с детством. И поэтому пункт номер три для желающих вновь почувствовать себя детьми. В период новогодних каникул будут действовать развлечения для детей, в которых с удовольствием участвуют и взрослые. Отправляйтесь на площадь революции покататься на тюбингах с большой ледяной горки, украшенной резьбой. Или сопроводите детей на новогодней прогулке на корабле с пиратами и Дедом Морозом. Помогите им найти спрятанные сокровища в каютах. Можно также посетить интерактивное шоу «Научная елка», где профессор Весельчак не только расскажет о чудесах науки, но и продемонстрирует их в то время, как профессор Сануда объяснит научно, как его коллеге удается так делать. В конце шоу вы сможете получить подарки, сделанные руками студентов МГУ, а также сертификат начинающего ученого. Окунуться в сказку поможет и поход в цирк, в котором ожидается шоу по щучьему велению, напоминание о Емеле с помощью ярких световых эффектов и невероятных костюмов, поможет вспомнить и о былых важных вещах, таких как трудолюбие и упорство и достижение цели. Номер 4 подходит для компаний. Если у вас сразу несколько человек, будь то вы семья, коллеги с работы или компания старых школьных друзей, и ищите чем бы заняться, не оставляйте без внимания групповые развлечения. Посетите квест-комнаты. По имени того, что это интересно, весело, помогает размять мозги, это еще и отличный вариант тимбилдинга. Данного рода мероприятия очень помогают сплотиться. Для любителей викторин тоже есть хорошие новости. Проект Show Today теперь есть не только в Питере. Он представляет собой смесь телепередачи, викторины, вечеринки и тимбилдинга. А для тех дружных коллег, у кого в офисе отменились корпоративы, есть возможность провести свой корпоратив, например, в частном кинотеатре Секрет, где помимо обычных залов кинотеатра, есть также залы с караоке, игровыми приставками и настольными играми. Заглядите и в My Huggy Place, уютное пространство для встреч с самыми близкими друзьями. Номер 5. Для ищущих тепло и уют. Ну, конечно, чашечку какао с маршмеллоу. Новый год это праздник, в который хочется чувствовать себя комфортно не только морально, но и физически. Теплые, уютные кафе с мягкими диванчиками и вкусными горячими напитками в меню точно смогут в этом помочь. Если вы чувствуете, что вот-вот простудитесь, выпейте горячего яблочного Тодди в баре Нур. Цедра лимона, палочка корицы, специи и бренди моментально устранят признаки простуды. Глинтвейн тоже подходящий напиток в холодное время года. И он помогает при больном горле, при условии, если он на красном, а не на белом вине. В кафе Пироги Виной Гусь есть возможность попробовать не только оригинальный Глинтвейн, но и ежевичный. Друзья, спасибо вам за просмотр данного видео. Поставьте, пожалуйста, ему лайк. Это помогает в развитии нашему каналу. Обязательно пишите в комментариях, а что бы вы включили в этот список.